Основные принципы терапии острых отравлений лекарственными средствами. Антидотная терапия. Лекарственные средства в больших дозах могут быть причиной отравления. Отравления лекарственными средствами могут быть случайными или преднамеренными, например, с целью самоубийства. Основные принципы терапии острых отравлений – это прекращение всасывания яда на путях его введения, инактивация всосавшегося яда, нейтрализация фармакологического действия яда, ускоренное выведение яда и симптоматическая терапия. Основные методы детоксикации организма. Их можно подразделить на методы усиления естественной детоксикации организма, методы искусственной детоксикации организма и методы антидотной детоксикации. Начнем с первого. Это методы усиления естественной детоксикации организма. Сюда относят промывание желудка, очищение кишечника, форсированный дюрес или черепную гипервентиляцию. Методы искусственной детоксикации организма делят на интракорпоральный и экстракорпоральный. К интракорпоральным относятся перитониальный диализ, кишечный диализ, гастроинтестинальная сорбция. К экстракорпоральным относятся гемодиализ, гемосорбция, плазмосорбция, лимфорея и лимфосорбция, замещение крови и плазмофорез. Методы антидотной детоксикации включают в себя химические противоядия и биохимические. К химическим относятся контактного действия и парентерального действия. К биохимическим – фармакологические антагонисты. Прекращение всасывания яда на путях его введения. Например, при попадании яда стремятся быстро удалить яд из желудка и кишечника. Одновременно применяются средства, которые могут инактивировать яд. Для удаления яда при приеме внутрь используется промывание желудка, вызывание рвоты, лаваш кишечника, промывание желудка. После в желудок вводят 100 мл 30% раствора натрия сульфата при отравлении водорастворимыми ядами, либо 100 мл вазелинового масла, если отравление происходит жирорастворимыми ядами, для предупреждения всасывания яда в кишечнике. Вызывание рвоты. Редко вводят под кожу апоморфин. Чаще применяется лаваш кишечника. Назначают раствор полиэтиленгликоля от 1 до 2 литров в час. Действуют как осматическое слабительное средство. Натрия сульфат и вазелиновое масло при отравлении жирорастворимыми ядами. Для нейтрализации ядов вводят антидоты. Они инактивируют токсические вещества за счет физико-химического взаимодействия. Калия перманганат применяется при отравлениях алкалоидами, уголь активированный, при отравлениях алкалоидами, барбитуратами, фенотиазинами, трициклическими антидепрессантами и нестероидными противовоспалительными средствами. Раствор танина применяется при отравлениях алкалоидами и солями металлов. Димеркопрол применяется при отравлениях ртутью, мышьяком. Инактивация всосавшегося яда Антидоты Димиркопрол, натрия кальция адетат Применяется в приотравлениях свинцом, цинком, медью Дефероксамин, солями железа Натрия тивусульфат Цианидами, ртутью, медью Метилтианин и ахлоид Цианидами, метгемоглобин образующими ядами Депенициламин, медью, свинцом, мышьяком Нейтрализация фармакологического действия яда Возможно с помощью применения антагонистов Налаксон при отравлении морфином Фломазенил при отравлении бензодиазепинами Атеропин при отравлении мускарином И непрямые антагонисты Такие как атеропин при отравлении антихолиностеразными средствами Восстановление активности ферментов Тримедоксим при отравлении фосами Фосфороорганическими соединениями Изменение метаболизма яда При отравлении метанолом применяется 5% этанол В 5% растворе глюкозы Ускоренное выведение яда Возможно с помощью гемодиализа Применяется при отравлениях этанолом, метанолом, антиленгликолем, барабитуратами, НПВС, сульфаниламидами, аминогликозидами, солямилития, хининами, хламфиниколом Пеританиальный диализ сходен с гемодиализом Детоксикационная сорбция При отравлении бензодиазепинами и фенотиазинами Замещение крови При гемолитических ядах Фосах Метгемоглобинобазующих ядах Фосированный дюрес Симптоматическая терапия Сюда относят контроль жизненно важных функций Такие как ЦНС, дыхание и сердечно-сосудистая система Профилактика застойных поражений легких, антибиотики Профилактика нарушений печени, применяется глюковоза, витамины Коррекция кислотно-щелочного равновесия, водно-электролитного баланса, купирование болевого синдрома Продолжение следует...